Осторожно, вода! С наступлением весны сотрудники ГИМС начали проверки на водных объектах. С началом таяния льда в зоне риска оказались любители зимней рыбалки. Впрочем, попасть в ЧП на льду могут и те, кто в зимнее время пользовался переправами. Результаты одного из таких рейдов в следующем материале. В первую очередь проверки проводятся в местах, где рыбалка запрещена. Одно из таких – Нижний Бьев Нижнекамской ГЭС. Сюда сегодня отправились сотрудники ГИМС совместно с отрядом спасателей. Здесь в декабре прошлого года откололось льдины с рыбаками. Двое из них погибли. На первый взгляд покров выглядит надежным, но присмотревшись, можно увидеть следы таяния льда, толщину которого спасатели проверяют в первую очередь. Сейчас лед посередине камы 50 сантиметров. Ближе к берегу он толще. Однако здесь уровень воды постоянно меняется из-за работы агрегатов. По словам спасателей, с приходом весны меняется и плотность льда. Лед у нас становится менять свою плотную структуру на многослойность. Она и сам по себе многослойная. Становится пористым, пропитывается водой. Естественно, риск провалится выше. После проверки льда спасатели и сотрудники ГИМС осматривают поверхность в поисках рыбаков. С ними проводится профилактическая беседа, которая может закончиться административным штрафом. С рыбаками мы проводим индивидуальную профилактическую беседу, разъясняем меры безопасности на льду, раздаем памятки, производим замеры толщины льда и в целом мониторинг ледовой обстановки. Если любители рыбалки все же решили выйти на лед, при себе необходимо иметь средства спасения, такие как палки, веревки и спасательный жилет. Однако в случае ЧП спасти жизнь утопающему поможет и обычный бур. Из-за того, что зима в этом году затянулась, а плюсовая температура не установилась, прямого запрета выхода на лед пока нет. Однако в ГИМС советуют не испытывать судьбу. Синоптики обещают приход тепла уже в начале апреля. Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны, 24.